отец наш небесный мы благодарим тебя за то что ты оставил нам твое слово то что мы можем обращаться к твоему слову чтобы познавать тебя и наша надежда нуждается в тебе в том святом духе в твоем слове чтобы через изучение писания мы возрастали в вере мы больше познавали тебя до того времени пока ты не вернешься с новой поэтому просим твоего благословения помощи водительства святого духа чтобы ты помог нам понимает во слово применять это наши жизни для твоей славы просим этого во имя иисуса христа аминь присаживайтесь пожалуйста мы продолжаем изучение евангелия от луки и сегодня будем изучать следующий отрывок но этот отрывок касается тема которой мы уже с вами говорили как мы хорошо знаем этот целый огромный раздел или следующий 9 глав они посвящены тому что значит быть последователем что значит следовать за иисусом христом это огромный блок который лука посвящает тому чтобы описать и показать нам что значит быть последователем и сегодня мы поговорим о следующем качестве тех кто является последователем иисуса христа и если прошлый раз мы говорили про самоотречение как то что является базовым можно сказать фундаментальным качеством или как мы говорили азбука и христианство то с чего начинается следование это со способности отречься от себя ради иисуса христа ради того чтобы следовать за ним сегодня мы поговорим о следующем качестве который лука описывает через историю которую мы с вами посмотрим итак луки 9 глава с 56 по 81 по 56 стихи когда приближались дни взятия его от мира он восхотел идти в иерусалим и послал вестников перед лицом своим и они пошли и вошли в селение самарянское чтобы приготовить для него но там не приняли его потому что он имел вид путешествующие в иерусалим видят ученики его и а кофе а я вам сказали господи хочешь ли мы скажем чтобы огонь с неба сошел и истребил их как и или я сделал но он обратившись с ним запретил им и сказал не знаете какого вы духа ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие а спасать и пошли в другое селение здесь мы видим очень интересную ситуацию когда иисус христос хотел он уже направлять в иерусалим и это путешествие займет очень много времени но он выбирает свои цели иерусалим и его дорога проходит через самарию и здесь мы видим может быть новая для вас новую локацию которая называется селение самарянское и возникает вопрос как бы в чем-то проблема почему конфликт возник для того чтобы они понять в чем суть проблемы почему ученики так бурно реагируют что хотят испепелить нужно немножко вернуться в прошлое на самом деле это небольшая карта она очень-очень такая приблизительная но она описывает суть проблемы смотрите здесь есть два региона верхняя то что синим отмечено это северное царство раньше это было одно государство они не были разделены когда правил давид это было одно государство израиль и со столицы вирусалиме но после соломона это сына давида это огромное государство было разделено на две части 10 колен составляла северная часть а это верхняя часть и южная это иудея два колена то есть она была в меньшинстве но столица осталась в иудее в нижней части или в южной части и часто когда уже государство было разделено другие народы нападали на израиль и примерно восьмом веке до рождества иисуса христа видите там вверху подписано ассирия она тогда была мощная государство она она пришла и захватила северную часть и она сделала очень интересно ассирия не просто захватила северную часть они делали очень особенным и они к заявлениям подходили очень специфически когда сирия захватывала другие государства для того чтобы подавлять протестное настроение в других народах она заселяла завоеванная территория своими либо другими народами поэтому когда сирия завоевала северную часть она заселила языческими народами и коренное население начала переплетаться либо смешиваться с язычниками и в результате иудеи из южной части начали презирать их и считать полувкровками не на стопроцентными нетническими евреями а те кто смешался они постоянно подвергались нападком и критики со стороны южной части потому что они считали себя настоящими истинными идеями то что они не смешали с языческими народами и это была постоянная вражда потому что самаряне платили им тоже монетой самаряне не просто были полукровками они не просто смешали с язычниками они пошли дальше они построили у себя альтернативный храм который был в иерусалиме но уже на своей горе они построили свое место поклонения они не просто построили собственный храм они издали свою версию пятикнижия и даже установили новую литургию в храме поэтому корни их постоянной вражды уходили этнические культурные но также и религиозное разноглазие между двумя этими народами у них был постоянный спор кто из них прав кто виноват кто более правильно верит а кто неправильно верит и за это иудеи постоянно проклинали самарян в своих синагогах публично они считали их полукровками предателями изменниками и также молились чтобы самаряне вообще не были спасены никогда чтобы они не попали в царство небесное есть даже история о том как самаряне в ответ на эту вражду ворвались в храм киудеям растоптали там человеческие кости сквернили храм и ненависть людей было такое огромное что они аж пожалели что жизнь слишком коротка как так как сужает окно возможности для мести самарян за все причиненное ими за все осквернение потому что в полной мере жизнь не позволяет отомстить того то как они этого заслуживают поэтому из-за постоянной вражды друг с другом иудеи евреи они предпочитали если они возвращались сверху вниз в иерусалим они старались обходить самарию стороной это конечно им стоило очень дорого потому что самый короткий путь это прямой через самарию но они демонстративно показывали что они настолько ненавидят и что нога не ступит на их территории поэтому они предпочитали делать огромный крюк чтобы только не заходить их селение и в библии читали даже есть целая уже как поговорки иудеи самарянами не сообщаются это постоянно вековая вражда и поэтому иисус все же по пути вирусалим сверху вниз идя из галилеи вирусалим идет через самарию и мы видим что самаряне отказываются принимать иисуса христа возникает вопрос а почему они отказались принять иисуса христа и ответ достаточно прост даже банальный лука пишет потому что иисус имел вид путешествующие в вирусалим и тут мы видим огромное вопиюще привзятое отношение самарян к иисусу христу их предвзятое отношение было сформировано очевидно на почве их национальной вражды с иудеем поэтому было главной причиной почему они не позволили иисусу остановиться в их городе и возникает вопрос иисус так много для них сделал он так много делал доброго исцелял он они знали что он мессия который должен прийти но все это было перечеркнуто и забыто из-за предвзятого отношения к нему как иудею они приняли его по одежке увидев что он был путешественника они сказали да знаем его всех иудеи вы вечны бунтари вы постоянно нас обвиняете что мы предатели поэтому мы не хотим иметь ничего с вами общего иди и плати цену вашего негода вашего конфликта с нами поэтому из-за великой вражды между иудеи и самарянами иисуса просто выбросили никто не стал даже разбираться кто он не только никто даже не стал смотреть его паспорт кто он и что он сделал и мы видим как реагируют ученики на такое предвзято отношение к иисусу христу видя то ученики его иаков и иоанн сказали господи хочешь ли мы скажем чтобы огонь сошел с неба и истребил их как или я сделал и с одной стороны реакция учеников она совершенно понятна за такое совершенно предвзятое отношение к иисусу христу здесь просто белыми нитками все шито очевидно что никто не даже даже не стал обращать внимание и разбирать тело иисуса христа они просто приняли его по одежке и отвергли и за такое предвзятое отношение к иисусу который не заслуживает такого обращения к себе их нужно стереть в порошок более того до этого мы читали историю о том что они были на горе преображения и они видели илью и моисея и они вспомнили а что делал илья со своими врагами как он совершенно не церемонился со своими врагами в четвертом царстве то на что ссылаются ученики есть очень интересная история когда царь посылает 50 воинов или группу воинов 50 человек для того чтобы привести илью и смотрите вот как илья совершенно отбивался от своих врагов и послал к нему пятидесятника с его пятидесятником и он зашел к нему когда или сидел наверху горы и сказал человек божий царь говорит сойди то есть вы понимаете отряд 50 человек и они говорят не хочешь ли ты сойти а то мы тебя силой сведем и отвечал или я сказал 50 нику если я человек божий то пусть сойдет огонь с неба и попали тебя и твой пятидесяток и сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его и послал к нему царь другого пятидесятника с его 50 он стал говорить ему человек божий так сказал царь и сойди скорее и отвечал или я и сказал если я человек божий то пусть сойдет огонь с неба и попали тебя твой пятидесяток и сошел огонь божий с неба и попалил его его 50 то есть мы видим как или достаточно грубо говоря было щелкнут пальцем и огонь испепелил воинов которые хотели привести его силой но ученики поняли что иисус больше даже чем илья если пророк так поступал со своими врагами то умеет затверждение иисуса как мессии должна быть куда больше такая предвзятость к иисусу выводит буквально из себя это уже выходит за все мыслим и немыслимые рамки дозволенного им нужно показать дерраки зимую мало того что они веру предали мало того что они смешались с язычниками мало того что они попрали традиции отцов так еще и позволяют себе так относиться к мессии но это уже край здесь только специально военная операция исправит положение и они ничего другого не заслуживает как только лишь как поджарить их стереть в порошок и мы видим что это взгляд чисто религиозного человека но не евангельский с точки зрения религии религия делит людей на хороших и плохих хорошие люди они должны попасть в рай в то время как грешники заслуживают наказание и попадут в ад более того реакция учеников она выдает их неверно или ложное представление себе потому что они считают себя достаточно хорошими чтобы на этом основании во свете того кто они вынести вердикт плохим ребятам и которые заслуживают наказание они предпочитают видеть то каких враг страдает от божьего гнева вместо того чтобы видеть то как их враг испытывать на себе благодать божью они не заслуживают никакого снисхождение никакой они какой благодати даже речи быть не может только суд только гнев испепелить их в огне но интересно как иисус относится к этой ситуации или реагирует в этой ситуации мы видим предвзятое отношение самарян к нему мы видим что его отвергают вообще без всяких оснований на то и ученики пылают праведным гневом хотят их испепелить на что он обратившись к ним запретил им и сказал вы не знаете какого вы духа интересно почему иисус именно так реагирует почему на отвержение он говорит что вы не знаете или не нужно тут никакой огонь сводить ответ мы больше поймем когда посмотрим один текст который записан в евангелие от луки в 49 в 12 главе вот что иисус говорит о себе огонь пришел я не звести на землю и как желал бы чтобы он уже возгорелся интересно с одной стороны в 12 главе иисуса себе говорит что он пришел для того чтобы свести огонь и он хочет чтобы этот огонь как можно скорее уже возгорелся чтобы он поскорее вспыхнул а с другой стороны когда ученики захотели этот огонь свести с неба он им запретил получается либо иисус неправду сказал либо ученики что-то не то сделали но на самом деле когда иисус христос говорил что он пришел чтобы свести огонь на землю дальше с 50 стихе он объясняет что это значит крещением я должен креститься и как томлюсь пока сие не совершится другими словами иисус христос говорит следующее когда мы читаем в библии про огонь то речь идет прежде всего про божий суд огонь в библии а ассоциируется с божьим судом либо с божьим гневом который он изливает и с одной стороны иисус гористос говорит о том что он пришел чтобы не свести огонь на землю а с другой стороны он отказывается сделать иисус христос говорит что он пришел не для того чтобы огонь гнева божьего свести на врагов мессии а он пришел для того чтобы огонь гнева божьего который заслуживает грешники принять на себя иисус запрещая ученикам сводить или сжечь огнем всех неверных всех грешников которые отвергают миссии говорит что его миссия не в том чтобы уничтожить грешников а для того что он пришел для того чтобы гнев божьего или огонь божьего гнева испытать на себе за грешников вместо грешников этим христос показывает огромное божье великодушие иисус принимает на себя гнев бога без всяких условий это его миссия это его предназначение он не говорит что мол если эти самаряне изменятся если эти самаряне поймут что они натворили если они раскаются в своем предвзятом отношении ко мне то только тогда я смогу сделать хоть что-то для них хорошее я тогда подумаю как я смогу решить божьего гнева нет он говорит он идет принять гнев божий за самарян за всех учеников вместо них поэтому это показывает то как бог относится к грешникам бог нас принимает не потому что мы заслужили этого не потому что изменились лучшую сторону он видя наши наклонности измениться говорит хорошо ты доказал что я готов тебя принят нет бог принимает нас в тот момент когда мы больше всего были недостойными чтобы нас принять мы были ему врагами и этот отрывок он показывает нам что значит быть последователями иисуса христа этот отрывок показывает то каким качеством должен обладать настоящий христианин часто когда люди говорят о том кто такие христиане или когда речь заходит о том чем ассоциируется у них христианство не горят ну христиане или бактисты это те люди которые не курят не пьют и не любят друг друга они вечно ссорятся вечно конфликтуют и они вечно делятся иисус пока или лука через эту историю показывает что главной отличительной чертой последователи иисуса христа является великодушие великодушие это главная черта либо отличительных черта всех христиан если открыть первое послание коринфянам 13 главу это великая ода любви или описание того что значит любовь то первое качество которое мы там видим какое любовь долго терпеть павел перечисление качеств любви начинают с долготерпения приняв в возниках вопрос а что такое долги терпения чаще всего мы думаю чтооть долги терпения так как-то связано с терпением но это не просто терпеть а это просто терпеть и терпеть бесконечно долго но это не совсем Долготерпение это не терпение, помноженное на некую единицу времени. Долготерпение, если можно посмотреть в суть этого термина, оно относится к способности сохранять терпение долгое время, при этом не гневаясь. И здесь нужно добавить одну важную деталь. Это способность терпеть долгое время, при этом не гневаясь на людей. Долготерпение, в отличие от терпения, проявляется по отношению к людям. Терпение, оно проявляется, либо демонстрируется в обстоятельствах. Долготерпение это способность не гневаться долгое время на человека. Это способность не гневаться на людей, способность переносить людей, несмотря на их недостатки. Другими словами, без великодушия не может быть любви. Любовь в первую очередь великодушна. Любовь, она идет навстречу, несмотря на недостатки. Любовь идет навстречу, зная о недостатках. Она принимает, несмотря на недостатки человека. Вот что значит быть долготерпеливым. Интересно, Петр, когда говорит о долготерпении Бога, он говорит, не медлит Господь исполнением и обетованием, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит кого? Нас. Бог не изливает свой гнев, потому что долготерпит, либо проявляет великодушие к людям. Он продолжает давать им жизнь, он поддерживает их жизнь, он продолжает заботиться о людях, о верующих, о неверующих, о всех. И возникает вопрос, почему Бог не изливает свой гнев? Потому что он долготерпит. Все люди заслуживают наказания, но он это наказание не проявляет. И это является демонстрацией его великодушия, либо долготерпения. И интересно, апостол Павел во втором послании Коринфянам описывает очень интересную ситуацию, того, как проявляется великодушие, или как должно проявляться великодушие верующих. Он говорит следующее о своем отношении с верующими, либо с церковью в Коринфянах. Он говорит, уста наши отверстия к вам, Коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Смотрите, Павел сравнивает отношения верующих в Коринфянской церкви и свое отношение к ним. Каким было отношение верующих к Павлу? Как он описывает то, как они воспринимали его и как они относились к нему? Вот то, что он пишет, но в сердцах ваших тесно, это значит отсутствие великодушия. Они не относились к нему великодушно. Павлу было тесно в их сердцах, так как они ставили, можно сказать, узкие рамки для другого человека. Они, либо их отношение базировалось на определенных условиях. Они как бы говорили, ну если ты хочешь, чтобы я тебя принимал, то вот что ты должен делать, вот как ты должен себя вести, вот как ты должен говорить, вот как ты должен обращаться со мной, ко мне, а вот чего обязательно ты никогда не должен позволять в отношении со мной, иначе попадешь в бан. И Павел говорит, их сердца было очень-очень тесно, потому что отношение было обусловлено определенным набором того, чего он должен, и чего он не должен был делать. В сердце такого человека невозможно пошевелиться, там очень тесно, так как одно неверное движение, и ты автоматически попадаешь в немилость. Отношения без великодушия, они построены на подходе, что прежде чем я буду строить с тобой отношения, прежде чем я приму тебя, ты должен стать удобной версией для меня. Ты должен показать, что ты удобен, и ты не причинишь ничего, не причинишь мне боли, тогда я буду тебя принимать. Если ты не соответствуешь моим стандартам, тогда держись подальше от меня. В противоположность такому отношению Павел показывает пример великодушия, либо долготерпения. Он говорит, наше сердце расширено, вот как он смотрел на верующих в Каринской церкви, а мы знаем, что они не отличались особым примерным поведением. Это была очень и очень и очень сложная церковь. Но Павел говорит, в своем отношении к ним наше сердце расширено, то есть мы готовы воспринимать со всеми вашими колючками, острыми углами. Мы не требуем того, чтобы вы сперва обтесали все свои острые углы, чтобы вы стесали все свои колючки, и тогда мы вас примем. Нет, он говорит, наши сердца настолько большие, что вы сможете поместиться там со всеми своими чемоданами, вместе с особенностями своего характера, вместе со своими вещами, на которых вы зациклены. Он говорит, там хватит места абсолютно для всего вашего саквояжа. И он говорит, уста наши открыты к вам. То есть, что он имел в виду? Он говорит, мы готовы говорить вам о том, что мы вас любим и мы вас принимаем. Он говорит, что мы не скрываем этого, что мы великодушно к вам относимся и говорим вам об этом. И мы хотим, чтобы вы четко поняли, что мы вас принимаем такими, какими вы есть. Этим самым Павел призывает их к ответному шагу. Он говорит, поскольку мы вас принимаем, поскольку мы к вам относимся с великодушием, пойдите вы к нам навстречу. Не стройте барьеры, не закрывайтесь, не выстраивайте стены, потому что в наших сердцах достаточно для вас места. Это говорит о том, что если мы хотим, чтобы к нам было проявлено великодушие, мы должны быть первыми проявлять великодушие к другим людям. Это значит не пилить, не обвинять, не отвергать, не ставить, не строить барьеры в отношениях, не защищаться, не сносить голову за ошибку, за мелкие промахи, не выставлять на всеобщее обозрение или общая осведомленность, не стесанные углы, колючки, не оправдываться, не закрываться и не споря, не убивать человека. И Павел говорит, что это то, как ведет себя великодушие, то, как действует великодушие. Без него, как мы говорили, невозможно проявлять любовь. Поэтому Иисус Христос или Лука через эту историю показывает, каким должен быть последователь Иисуса Христа. Он должен быть великодушным, либо, как Павел говорит, с расширенным сердцем, прежде всего принимать людей, несмотря на то, кто они. Принимать такими, как есть. Почему? Потому что именно так Бог относится к людям. Христос шел на смерть. Христос принял в себя гнев Бога не потому, что мы заслужили, а потому что Он проявил к нам великодушие. В этом проявилась Его великодушие к нам. Есть одна история интересная. Когда закончилась гражданская война в Америке, Авраама Линкона после этой войны упрекали в том, что он отказался казнить всех своих врагов, которые выступали против него. После окончательной победы в гражданской войне. И, казалось бы, вот самый удачный момент показать, кто прав, а кто был неправ. Чтобы показать, кто я на самом деле. На что он очень мудро ответил. Разве я не убиваю своих врагов, когда делаю своими друзьями? Другими словами, это то, как Писание призывает верующих людей относиться друг к другу, быть расширенным, открытым сердцем, несмотря на то, какие колючки, какие острые углы у человека, проявлять великодушие. Потому что именно так нас, прежде всего, Бог принимает. Как же понять, насколько я великодушный? Или великодушный ли я на самом деле? Или люблю ли я по-настоящему? Посмотрите на то, как вы реагируете на предвзятое отношение к самим к себе. Когда вы сталкиваетесь с ситуациями, когда вы не заслуживали именно такого отношения к себе. По-человечески вы скажете, ну, здесь Америку не открыл ты. Это вызывает всегда у нас бурю эмоций негодований. Потому что к нам поступили или отнеслись несправедливо. Но это лучше всего показывает, где проходит у нас граница нашего терпения, либо великодушия к людям. Если мы готовы принимать людей, которые нас любят, уважают и ценят, то, как Библия говорит, в этом нет ничего особенного. Но готовы ли мы вмещать людей с их предвзятостью, колючками, с их фишками, с особенностями их характера, потому что так Бог принял нас, именно так Бог принимает нас. Поэтому мотивация такого отношения к людям должна быть не потому, что я хочу заслужить их расположение к себе, а настоящей мотивацией является отношение Бога к нам. Иисус взял или понес на себя гнев Бога. Гнев Бога был излит на Него за меня. Он взял мою вину, Он принял меня, несмотря ни на что, когда я не заслуживал Его расположения. И в Римлянам 5 главе Павел говорит, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот когда Бог уже проявил великодушие, когда мы были грешниками, были Ему врагами и не заслуживали Его любви. Вот тогда Он и проявил, а не когда мы изменились, а не когда мы стали удобной и комфортной версией для Него, чтобы умереть за нас. Поэтому сегодня у нас также вечеря, которая еще больше видимым образом говорит о великодушии Бога. О том, что произошло на кресте, что Бог умер вместо нас. И это еще раз доказательство, либо заверение нашей веры, помогает нам свою веру полагать на Нем, и следовать за Ним и поступать так, как Он поступал в своей жизни. Поэтому сегодня мы будем участвовать в вечере. И Павел говорит о том, что к вечере мы должны подходить с полной ответственностью. Он говорит, что да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И когда мы говорим испытывать себя человек, это происходит как бы в двух аспектах. Первое, мы смотрим или мы оцениваем себя во свете того, кто из Бога. Мы видим его, его характер, мы видим его любовь, мы видим его великодушие, и понимаем, что мы не такие. И наши реакции на осознание, на то, что мы не такие, что мы не поступаем великодушно, мы не любим так, как любит Он. И мы не в полной мере отражаем его характер, должно быть покаяние. Поэтому давайте сейчас придем к Богу с покаянием, и будем каяться в своих грехах, осознавая то, кто Он есть, что Он сделал для нас. И признавать свою греховность перед Ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok